А потом умирает жена самого Иуды. И так произошли три события. Нет, четыре на самом деле. Умирает сын Иуды Ир. Умирает его сын Анан. Иуда дает слово, дает обещание, которое потом не выполняет. И в двенадцатом стихе умерла жена Иуды. Умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну, к стригущим скот его. В тринадцатом стихе мы читаем. «И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой». Это важное событие ежегодного календаря. Нужна шерсть на одежды, поэтому стригли овец. Четырнадцатый стих. «И сняла она, то есть Фамарь, вдова его сына, и сняла она с себя одежду вдовства своего. Покрыла себя покрывалом, то есть она оделась как блудница и села при дороге. Не знаю, как в России, я в России давно уже не живу, но в Венгрии, когда выезжаешь за город, вдоль дороги стоят проститутки, блудницы. Есть очевидные у них точки, где они стоят, это их работа. Мы называем это древнейшей профессией. Значит, даже тогда при дороге стояли или сидели блудницы. Женщина, вдова сына Иуды, притворяется блудницей и занимает место при дороге. Иуда – вдовец, причем овдовил он недавно, всего несколько дней назад, или несколько недель назад. Жены у него нет теперь. Пятнадцатый стих. «И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, и остановился». В шестнадцатом стихе они договариваются, договариваются. Он получает удовольствие. Что же она получит? Он хочет ей заплатить козленкам, хочет заплатить животным. Она говорит, «Нет, я хочу что-то другое. Я хочу твою личную печатку. То, что ты предъявляешь для того, чтобы показать, кто ты есть на самом деле». В восемнадцатом стихе об этом. Ему очень хотелось женщины. Женщины. И он все ей дал, что она обещала, что она просила. И она забеременела. Он уходит. И она уходит. Переодевается. Снимает одежды блудницы. Облачается в одежды вдовства. Он посылает ей козленка. Через знакомого. Но найти ее не могут. И спрашивают, «Где там блудница, которая вот тут сидела?» «Не видели мы здесь никакую блудницу», говорят им. Мы не знаем, о ком вы вообще говорите. Кстати говоря, он подумал, что это храмовая проститутка, храмовая блудница. То есть он думал, что здесь получается не только сладострасти, а еще и лжеслужение, лжепочитание. Говорит, нет, не можем ее найти. Где она? Не знаем. Так, но я уже ей в залог оставил свой перстень. Все, теперь потерял я залог, думает он. Проходит три месяца. И появляется животик у Фомаре. Очевидно, что она беременна. Иуда, глава семьи, глава дома, узнает о том, что «Вот вдова твоего сына совершила безнравственный поступок. Она хоть и вдова, но забеременела». Иуда говорит в 24 стихе «Ее нужно казнить, ее нужно сжечь». Вообще интересный подход справедливости, правда? «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Очевидно, в грехе участвовали два человека. А Иуде хочется наказать только женщину. Иуде было бы удобно наказать женщину, потому что тогда ему не нужно было бы выполнять обещания. Тогда не нужно было бы потом отдавать ей сына. Он говорит, «Ну, она согрешила». Ну, собственно, все, казним ее, сожжем ее. Мы оказываемся весьма суровыми по отношению к грехам других людей. К чужим грехам мы суровы, а к собственным как-то очень мягки. Послушайте. «Будьте суровы к себе, но проявляйте благодать и милость к другим людям. Будьте суровы и бескомпромиссны, когда речь идет о ваших грехах, но проявляйте благодать, долготерпение, милосердие, прощение грехам других людей». У Иуды все было наоборот. Он говорит, «Она должна умереть». Но когда повели ее, когда уже должен был произнести Иуда приговор, она говорит, «Ну, хотите жечь меня, сожгите, пожалуйста, только вы должны знать еще одну вещь». Отец моего будущего ребенка владелец этой печати и перевези и трости. Вот тот, кто отец моего ребенка, ему все это и принадлежит. Иуда скрыл смерть Иосифа, обманул своего отца. Фомарь скрыла, кто она на самом деле, и обманывает Иуду. Иаков переспал свою свадебную ночь, переспал с женщиной, думая, что это Рахиль. А это была Илья. Иуда переспал после смерти своей жены, думая, что это храмовая блудница. Нет, она не была храмовой блудницей. Она была вдовой его сына. Да, да, такое бывает. Если завеса на лице жены, на лице женщины, если она скрывается, если она закрывает лицо, он говорит, да, она должна умереть, потому что она согрешила. А потом выясняется, что согрешил и он тоже. И он оставил ее в живых. Перед нами в этом ужасном повествовании, в этих ужасных событиях, две великие истины. 26 стих. Иуда узнал, что это его вещи. Он понял, что это его ребенок будет. Он согрешил. Он говорит, она правее меня или она праведнее меня. Это моя вина. Вот здесь в нем открывается Божья благодать. Потому что он вдруг понимает, это моя вина. Я согрешил. И оказывается, тот человек, которого я обвинял, праведнее меня. Вот это первый луч благодати. Первый луч их благодати. Иуда вдруг начинает понимать, кто-то всем этим управляет. Кто-то, но уж никак не я. Кто-то управляет нашей жизнью. Наша судьба в чьих-то руках. Кто-то стоит над всем этим. Я пытаюсь определить, что будет. Ничего у меня не получается. Я дергаю за веревочки и не работает. Я не могу управлять происходящими событиями. Значит, кто-то другое ими управляет. Вот это начало благодати, луч благодати. Но и это еще не все. Есть здесь перед нами еще одно и куда более великое, самое великое проявление благодати. Знаете ли вы, кто первая женщина упомянутая в Новом Завете? Знаете ли вы имя первой женщины, упомянутой в Новом Завете? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, главу 1. Первое женское имя, упомянутое в Новом Завете, Матфей, Евангелие от Матфея, первая глава. Евангелие от Матфея, первая глава, второй стих. Во втором же стихе Нового Завета мы находим имя женщины. Это имя Фомарь. Что же такое Божие владычество, Божие распорядительство? Во-первых, это то, что Бог вправе делать все, что Он хочет. Во-вторых, это значит, что Бог способен на то, на что не способны мы. В-третьих, это значит, что Бог способен на то, что нас повергает в шок. Но Божие владычество, шокирует нас не Своей строгостью и суровостью, но Своей благодатью и милостью. Самое впечатляющее, самое неожиданное, это не гнев Божий, не наказание Божие. Самое впечатляющее, это Божия милость, Божия любовь. Помните, я вам приводил поговорку, Бог может нанести прямой удар кривой палкой. Бог может взять кривую палку и сделать что-то хорошее. Фомарь переоделась блудницей. Это ужасно. Она переспала с Иудой. Это также ужасно. Это кривая палка. Но что же происходит из-за всего этого зла? Рождается в мир Христос. Приходит в мир Христос через поступок блудницы. Задумайтесь об этом. атеисты говорят нам, да нет, все это придумали. Все это лишь мифы. Неужели это миф? Зачем такое придумывать? Рассказ этот ужасен. Этот рассказ безнравственен. Иуда патриарх патриарх царей цари Израиля произошли из колена Иуды. Давид из колена Иуды. Они считали, что Мессия придет из колена Иуды. Это выдумка? Это миф? Зачем тогда? Чтобы унизить своих царей? Нет. Это не выдумка. Так и было. Эти происходят ужасная вещь, безнравственная вещь. Мы читаем о блуде. Но в результате разворачивается нечто великое. Разворачивается Божья благодать миру. Открывается путь пришествия в мир Иисуса Христа. Это сверхъестественная книга. Теперь становится понятно, почему никто не хочет проповедовать по 38 главе книги Бытие. «Кстати, зря не хотят, потому что есть здесь о чем подумать, есть что усвоить, есть что понять. Иосиф же был настолько праведным, что неправедные братья хотели его убить. сыновья Иуды оказались настолько неправедными, что Богу пришлось их убить. Один из величайших, очевиднейших симптомов зла заключается в том, что неправедный всегда обвиняет праведных и оправдывает виноватых. один симптом зла развращенности заключается в том, что развращенный человек оправдывает развращение, оправдывает грех и обвиняет праведных. Это очевидно в жизни самого Иуды. Он, кстати говоря, не выполнил обещания, данные Фомари, потому что обвинял Фомарь в смерти своего сына. Он потерял двоих сыновей. 38 глава 11 стих. «И сказал Иуда Фомарь невестке своей, «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой, ибо он сказал в уме своем, не умер бы и он, подобно братьям его». Он не принимал тот факт, что сыновья его умерли из-за своих поступков. Он решил, что женщина приносит смерть, из-за нее он принес, он умер, из-за нее сын умер. Он думает, что с ней связано может быть какое-то проклятие, и мы узнаем о том, как он сам виноват, о том, как Фомарь обманула отца своего мужа. Она забеременела, у него родились близнецы, у нее родились близнецы. Помните, Яков был одним из близнецов. Теперь у Якова тоже близнецы внуки от Иуды и Фомари. И тут возник вопрос о том, кто из детей родился первым, и они повязали красную ленточку вокруг руки того, кто родился первым. 29 стих. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала, как ты расторг себе преграду? И наречено имя ему Форес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено имя ему Зара. Нам говорят порой, что такое не бывает, что показал руку и увел обратно, убрал руку. Может быть, такого и не бывает, но это сверхъестественное событие. Здесь работает рука Божия. Бог через это рождение в конце концов приведет Мессию в мир. Он привлекает наше внимание к этим близнецам, совершив с ними нечто такое, что коррект Мессия Субтитры создавал DimaTorzok